как правильно ухаживать за жакетами шанель из твида в этом видео помимо предпочтительных правильных способов поделюсь еще и своим опытом каким образом я ухаживаю за жакетами и какие способы ухода очистки главным образом я перепробовала меня зовут гульнас я автор курса по шитью и кро жакета в стиле шанель и на этом канале вы найдете огромное количество информации о тех самых люксовых роскошных жакетах в стиле шанель и так самым предпочтительным и самым верным способом по уходу за твитовым жакетом будет конечно же химчистка это идеальный вариант для того чтобы обезопасить ваши изделия для того чтобы сохранить ему долгую красивую жизнь для того чтобы он не выходил из строя а из года в год радовал вас но не все любят химчистку кто-то не любит эту рутину отвозить в химчистку изделия кому-то эта услуга просто недоступна поэтому расскажу о других альтернативных способах но прежде расскажу об одном главном и очень важном правиле которые в будущем лишит вас раздумий о том относить изделие в химчистку или же можно его стирать вручную вспоминаем что мы делаем перед тем как шить какое-то изделие мы его подготавливаем к раскрою или например декодируем каким образом мы можем подготовить материалы ткани к раскрою мы можем их проутюжить с паром мы можем их увлажнить то есть поверхность полотна поверхность материала увлажнить и затем высушить с помощью горячего утюга мы можем материал замочить или постирать в прохладной водичке я иногда например просто кладу материал в стиральную машинку на 15 минут в режим полоскания на маленьких оборотах в зависимости разумеется от материала а далее мы даем материал высохнуть и после этого утюжим таким образом производим дектировку подготовку материала к раскрою вернемся к твиду материал из которого вы будете шить жакет в стиле шаны если вы твид перед раскроем просто проутюжили продекодировали с паром и горячим утюгом то в будущем для вашего жакета предписана химчистка если же вы планируете стирать изделие то есть он будет иметь непосредственно соприкосновение с водой то в теории вам и материал перед раскроем тоже необходимо увлажнить либо сбрызнуть хорошенько тщательно водой а затем высушить дать высохнуть естественным образом или с помощью утюга но с твидом нужно быть аккуратнее интенсивно на протяжении долгого времени утюгом лучше не воздействовать конечно же на твид либо постирать или замочить в воде ополоснуть если мы говорим о втором варианте в отношении твида то есть увлажнение то я советую все-таки сбрызнуть водой и дать высохнуть материалу на горизонтальной поверхности то есть не развешивать материал а дать ему высохнуть естественным образом без дополнительного воздействия на горизонтальной поверхности это может быть та же самая сушилка на которую вы прежде расстелите к примеру большое полотенце или плед либо можно опустить в прохладную воду и затем аккуратно не выкручивающими движениями ни в коем случае а слегка выжимающими бережными мягкими движениями отжать воду причем вы не сможете отжать ее полностью иначе твит будет деформироваться и так мы частично выжали воду и далее также на горизонтальной поверхности раскладываем твит обязательно что-то стелем под материалом и даем твиду высохнуть и после того как он высохнет мы бережно декотируем с помощью утюга и пара и третий вариант увлажнения твида это взять то же самое большое полотенце смочить его хорошенько водой раскрыть и поверх наложить отрез твида далее заворачиваем оба материала в рулон даем в течение нескольких часов твида пропитаться влагой затем раскрываем полотно твида раскладываем на горизонтальной поверхности и также даем высохнуть таким образом мы продекотировали твид различными способами резюмируем если вы не увлажняли твид перед раскроем то готовый жакет вам стирать не стоит потому что твид может сесть особенно если составе имеются натуральные волокна то скорее всего он даст усадку и жакет станет меньшего размера чем вы его шили ну а если вы увлажняли твид перед раскроем соответственно и стирать вам допускается но стирать каким образом идеальным вариантом будет конечно же ручная стирка когда вы опускаете жакет в прохладную воду в качестве мыла можно использовать мягкий шампунь или жидкое средство для стирки идеально если это средство предназначено для деликатных тканей далее мы стираем мягкими бережными отжимающими движениями то есть никаких растирающих движений ни в коем случае нет мы не растягиваем твид не растягиваем швы детали мы мягко отжимаем по всем участкам и далее точно таким же образом ополаскиваем изделие этот процесс не очень быстрый здесь нужно запастись терпением и вы делить на это время но процесс достаточно медитативный и успокаивающий и так сполоснули точно таким же образом в твиде в жакете не должна остаться пена не должно остаться мыло и после этого мы его отжимаем вот такими движениями то есть без скручивания ни в коем случае каждый участок каждый рукавчик каждый кармашек мы отжимаем аккуратно для того чтобы не повредить структуру твида и не разрушить волокна то есть их плетение после этого еще очень влажный жакет а мы раскладываем горизонтально на поверхности поверх сухого полотенца и даем жакету высохнуть то есть он не должен висеть детали не должны провисать мы даем жакету полностью высохнуть на горизонтальной поверхности при необходимости через какое-то время переворачиваем жакет или выворачиваем его на вторую сторону и после того как он высохнет полностью мы его утюжим также желательно делать это через проутюжильник или надевать на утюг тефлоновую подошву для того чтобы обезопасить волокна вашего жакета и теперь расскажу о способах которые я использовал в отношении своих жакетов у меня их огромное множество можно сказать я коллекционер твидового жакета в стиле шанель и я перепробовала разные способы ухода вплоть до машинной стирки и я шью жакеты как в кутюрной без клеевой винтажной технологии так и в современной использую клеевые дублирующие материалы я стираю их вручную в том числе точно также как описала ранее плюс ко всему я попробовала и не раз делаю это регулярно на самом деле машинную стирку в режиме деликатной или ручная стирка на низких оборотах также использую очень мягкие средства для стирки и затем также очень влажный жакет с которого еще даже немножко стекает вода я раскладываю на горизонтальной поверхности и даю высохнуть вот это правило я никогда не нарушаю потому что иначе жакет потеряет свою форму кстати таким не совсем правильным на самом деле способом то есть машинной стиркой я ухаживала и за кутюрными жакетами и за обычными скажем так то есть жакетами сшитыми по современной клеевой технологии многие считают что жакеты шанель особенно сшиты по кутюрной без клеевой технологии это что-то очень хрупкая которая может в любой момент рассыпаться к нему нужно относиться очень аккуратно бережно и надевать как можно реже на самом деле это не так жакеты шанель если они сшиты правильно по правильной технологии то они очень практичные они очень качественные и долговечные помимо повышенного комфорта которые они дарят нам они еще очень практичны вы можете к примеру взять жакет сшитый по винтажной технологии сложить его в комочек хаотично а затем убрать в сумку и спустя несколько часов достать этот комочек расправить и вы увидите что жакет шанель не потеряла свою форму он также выглядит прекрасно великолепно не помята то есть вы можете его буквально надеть и пойти это нечто такое пластичное мягкое как кардиган если вы сшили его правильно с правильным подбором материалов поэтому не бойтесь во первых шить жакеты шанель во вторых носить их делайте это с удовольствием с радостью с комфортом столько сколько вы хотите не ограничивайте себя в ношении жакетов шанель ну и конечно же не бойтесь ухаживать за ними не бойтесь их стирать если вы постираете вручную это вполне нормальный безопасный способ главное использовать не агрессивные средства для стирки и не выкручивать ваш жакет в общем придерживаться тех инструкций о которых я сказала ранее а как шить жакет настолько качественно чтобы не бояться его носить чтобы он не рассыпался чтобы он не раскрылся по швам а служил вам долгие годы радовал и дарил незабываемые ощущения я подробно рассказываю и конечно же показываю на курсе шитья и кроя жакет стиля шанель вас ждут подробные детальные уроки по пошиву жакетов в разных технологиях в том числе и в кутюрной винтажной именно так как шили во времена габриэль коко шанель на этом все подписывайтесь на канал чтобы не пропустить будущие выпуски о жакетах шанель и о люксовом шитье до встречи в следующем видео